Добрый день! Сегодня у нас 20 июля, мы находимся в Астраханской области на базе КФХ Арифьева. Картофель ВР, вторая репродукция. На огрехах и по краю поля мы можем видеть присутствующие на поле сорняки. Это марь, щерица, дурнишник и, конечно же, послен черный. На данном поле проводилась обработка гербицидом Гизагард до всходов, дозировки 3 литра на гектар. В последующем, при высоте картофеля около 10 сантиметров, была проведена вторая гербицидная обработка препаратом на основе ремсульфурона 30 грамм на гектар в смеси с гербицидом Боксер 2 литра на гектар. Как видите, поле достаточно чистое, гербицидная защита справилась с своей задачей. В первую очередь, гербицид Боксер использовался на данном поле для контроля послена черного. Кроме того, за счет более мягкого действия данного препарата, картофель меньше стрессует. Соответственно, не задерживается вегетация, что особенно важно для раннего картофеля, и можно получить больший урожай. Для обработки клубней использовался препарат Селистоп. По вегетации применялись в первую обработку фунгицид Ридамил Голд, а во вторую обработку Ревустоп, у которого очень высокая эффективность против альтернарии, что очень важно в условиях Астрахани. Мы находимся на уборке раннего картофеля. Убирают сорт Коломбо. При посадке в борозду было внесено 1,2 литра на гектар Селистоп. Нами было выкопано 5 растений подряд. Растения сформировали в среднем по 4-5 побегов. Каждый побег в среднем сформировал по 3-4 продуктивных качественных клубня. На мой взгляд, это отличный результат для раннего картофеля. В случае, если в хозяйстве есть проблемы с резоктонией и с чешуекрылыми вредителями, желательно использовать более усиленную систему защиты. То есть, снести при посадке в лиамфлексе в дозе 0,6-0,8 литров на гектар, смеси с юниформом в дозе 1,2-1,5 литра на гектар. Корневая система выглядит здоровой. Столоны и побеги. Без признаков резоктониоза. Клубни высокого товарного качества. Без признаков заболеваний. В результате получаем отличный урожай. ПОДПИШЕВЛdest